МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Система видеонаблюдения помогла задержать грабителей. Круглые отличники трудового семестра подвели итоги за круглым столом. В Караганде бурно развивается уличный спорт. Турникмены провели мастер-класс для всех желающих. Сегодня под председательством Акима области Нурмухабета Абдибекова председателя карагандинского областного филиала партии Нур-Отан прошло заседание Бюро полицовета областной партийной организации. Нурмухабет Абдибеков представил участникам заседания нового заместителя председателя областного филиала партии Галыма Мукашева, назначенного на эту должность вместо Есета Есенгараева, который перешел на работу в центральный аппарат партии. Галым Мукашев родился в 1958 году. Имеет три высших образования. Инженер-строитель, финансист, юрист. Магистр экономических наук. Член партии Нур-Отан с августа 2006 года. Трудовую деятельность начал с 1976 года рабочим Жайремского горно-обогатительного комбината. Имеет большой опыт работы государственной службы. На повестку дня были вынесены несколько вопросов. В первую очередь у нас четыре вопроса. Первое – это проведение отчетно-выборных конференций. У нас каждые два года один раз проводятся отчетно-выборные конференции. Проводится сейчас уже отчетно-выборные конференции в первичных партийных организациях. Затем у нас будет в территориальных филиалах. И областная запланирована на 28 ноября. Также были заслушаны отчеты партийных кураторов Раушан Досмагамветовой о работе по направлению платформы партии «Единство народа» и Ивана Георгиади по направлению «Поддержка молодежи». С информацией о состоянии работы областного управления здравоохранения по противодействию коррупции, о проблемах здравоохранения и путях их решения выступили председатели общественного совета по противодействию коррупции при областном филиале партии Талгат Утеубаев, а также руководитель этого управления Ержан Нурлыбаев. По рассмотренным вопросам были приняты постановления Бюро полицовета. В завершение Нурмахамбет Абдебеков вручил группе партийцев партийные билеты нового образца. Расшалилась, однако, молодежь в Тимиртау. Возомнили они себя некими корсарами в области средств массовой информации и открыли пиратское радио с многозначительным названием – «Черная метка». Но так как «Черная метка» пометила только себя, потому что вещала в эфире без получения соответствующих разрешительных документов, то пиратское радио «Братство» закрыли. Правда, инициаторов не нашли. Пока. Проведенным прокуратурой города Тимиртау анализом законности применения законодательства о средствах массовой информации и связи на территории города в эфире было обнаружено незарегистрированное радио. Выявлен факт использования неустановленными лицами радиочастоты в диапазоне 105,1 FM. Заявки на размещение песенных треков в эфире принимались через созданную группу «Радио «Черная метка» в социальной сети» ВКонтакте. Основными пользователями стала молодежь в возрасте от 18 до 28 лет, а также несовершеннолетние лица. Согласно сведениям в интернете, самодеятельно-пиратское некоммерческое «Андеграунд» радиостанция вела круглосуточное вещание аж с 20 августа 2012 года без наличия лицензий на данный вид деятельности. Прослушивание эфира «Радио «Черная метка»» показало то, что в музыкальных произведениях, а также в своих речах радиоведущих используется ненормативная лексика, то есть, что является явное неуважение к обществу. Мало того, прослеживается явное неуважение и к законам Республики Казахстан. В своих речах диджеи использовали ненормативную лексику, да и в музыкальных треках она чистенько применялась, то есть уровень пиратского радио рассчитан был явно не на интеллектуального слушателя. Причем в интернет-ресурсах группой «Радио «Черная метка» размещается информация явного игнорирования законных требований. Вот такая цитата. Идет передел формата вещания, искоренение нецензуры из некоторых треков, чем мы должны были заняться. Но забили на это. Вот так простенько – забили и все. Горожане отнеслись к закрытию подобного радио, если неравнодушно, то с пониманием. – Знаете эту «Черную метку» радио? Слышали правильно? – Нет, не слышал. Да, я слышал, но так нельзя. У нас общество хорошее, нормальное, чтобы их нашли и наказали. Я так думаю. – Они неправильно вели свою работу. Если бы было хорошо, как «Радио 102», было бы хорошо. А то они какую-то там ерунду всякую говорили, то-то, то-то, все. Оно не подходит это людям. Это 80-е годы, там всякие названия были, в эфир подсоеднялись к радио. И между собой говорили, эфир засоряли. Вот тут точно так же, как и это. В цели привлечения виновных лиц к ответственности в адрес инспекции связи и информации Карагандинской области направлено представление. Материалы по данному факту направлены по подследственности в органы финансовой полиции для проведения доследственной проверки и принятия процессуальных решений. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде на парковке одного из торговых домов был ограблен 24-летний житель города. Он лишился 15 тысяч тенге. Но парень оказался грамотным и сразу же позвонил в Центр оперативного управления. 102. Лихие люди не учли технической оснащенности современных полицейских. Нарядом полка Дорожно-патрульной полиции УВД города Караганды по горячим следам при помощи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления грабеж был раскрыт. Пятерка грабителей пыталась скрыться с места происшествия на БМВ. Их добычей стало портманное с 15 тысячами тенге. При помощи камер видеонаблюдения ЦОУ машина подозреваемых была замечена на перекрёстке улиц Зональная Бухаржрау. Информация о её нахождении была тут же передана ближайшему наряду полка Дорожно-патрульной полиции, который и задержал подозреваемых в грабеже. По подозрению в совершении ограбления были задержаны пятеро жителей города, двое из которых приходятся друг другу родными братьями. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Сергей Високосов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Прервёмся на небольшую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галтек 53-й серии Эконом-система трёхкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин офис, балкон или лоджию это ваш профиль Стандартная система Профиль Галвин Профиль Галвин 60-й серии Это система четырёхкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Морёный дуб Тёмно-коричневый Орех И серый Но и это ещё не всё Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надёжный, прочный К другим новостям По инициативе главы государства в 2005 году в нашей стране были широко развернуты проекты Жасыл-Ель и созданы трудовые отряды Отряды Жасыл-Ель занимаются посадкой деревьев проводят работы по расчистке горельников посадки саженцев в парках вдоль железных и автомобильных дорог По всей стране отрядами благоустраиваются парки и скверы были подведены итоги 10-го трудового сезона студенческих и строительных отрядов Данные проекты нацелены на воспитание нового поколения молодых граждан республики ответственных не только за озеленение и благоустройство страны но и за будущее процветание нашего Казахстана Бойцы Жасыл-Ель были задействованы на озеленение скверов парков, городов и районов области и санитарной очистки территории Общий объём выполненных работ составил около 213 гектаров земли Высажено 9 тысяч деревьев Проведено 5 масштабных акций Бойцы отрядов приняли активное участие в реализации программы модернизации ЖКХ и в строительстве домов для пострадавших от наводнения в посёлке Кокпикты Основные проблемные вопросы реализации именно работы Жаслы это финансирование на сегодняшний день из областных и городских районов бюджета выделено 14 миллионов тенге и плюс конечно бизнес структуры тоже выделяют финансирование Самое главное это воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма чтобы чистые были наши города наши районы в этом направлении будем работать Следующий год для бойцов станет юбилейным исполняется 10 лет За всё время своей деятельности в отрядах Жасл-Ель и строительных отрядах отработало более 30 тысяч молодых людей высажено более 300 тысяч деревьев и много других добрых дел за всё время было сделано Отрадно отметить что наши молодые строители возводили олимпийские объекты в Сочи Лариса Хусейнова Айден Жакан Арман Нартаев Первый Карагандинский В городском Акимате рассматривали реализацию комплексного плана по энергосбережению на 2014-2020 годы были подведены итоги 9 месяцев текущего года Все подробности далее Вопросы энергосбережения повышения энергоэффективности на постоянном контроле Акимата города Караганды снижение потребления энергетических ресурсов является приоритетным направлением так как тем самым повышается производительность рентабельность конкурентоспособность промышленных предприятий а это основа экономики Об основных направлениях и итогах утвержденного комплексного плана по энергосбережению на 2014-2020 годы рассказал руководитель отдела жизнеобеспечения города Бикет Бикпаев за 9 месяцев 2014 года установлено 6956 энергосберегающих ламп это я говорю по государственным учреждениям на объектах госучреждений на сумму 4 миллиона свыше более 4 миллиона тенге 384 светильника уличного освещения на сумму 53,7 миллиона тенге 25 приборов учета холодной воды на сумму 90 тысяч тенге в культуре пластиковых стерклопакетов заменена произведена системы теплоснабжения термодернизации энергосбережения касается всех коммунальных предприятий и субъектов естественных монополий в этих организациях был проведен большой объем работы практически во всех государственных учреждениях объектах соцкульпбыта установлены приборы учета электроэнергии и это не весь спектр проведенных работ в связи с тем что был разработан комплексный план по Карагандинской области на 2014-2020 годы нами тоже было разработано и представлено в область в мае месяце 2014 года комплексный план на 2014-2020 годы на общую сумму 70,1 миллиарда в тенге в частности по ТОН-эргоцентре на сумму 20,8 миллиарда в тенге по ТОН-эргоцентре по ТОН-эргоцентре реконструкция магистральных тепловых сетей согласно плану согласования на 40 миллиардов в тенге то Карагандасу на 9,3 миллиарда в тенге один из немаловажных вопросов это своевременная сдача и утилизация ртуть содержащих ламп в Акимате отметили что крупные государственные учреждения должны заключить договор с компаниями занимающихся данной деятельностью и все это используется вторично то есть он ртуть потом сдает соответствующим образом есть куда продавать то есть это бизнес не просто уничтожает а это бизнес достаточно хороший бизнес то есть надо воспользоваться и я думаю что не только это уже у нас в Карагандинской области есть такие факты необходимо наверняка все-таки посмотреть мировой опыт в СНГ надо посмотреть то есть необходимо бизнес заинтересовать глава города Нурлан Аубакиров дал ряд рекомендаций по принятию действенных мер по проведению энергоаудита отделом образования культуры и ЖКХ было предложено составить план мероприятий по данному направлению на 2015 год Гульнур Жакен Олжас Габазов Арман Нартаев Первый Карагандинский Какой поступок может быть добрее чем благотворительная акция 15-летний Айлитя Тапан срочно требуются деньги на лечение диагноза пластической анемии жители Караганды устраивают благотворительные ярмарки чтобы собрать нужную сумму для лечения этой страшной болезни Два года назад Айлите поставили диагноз апластическая анемия полное истощение костного мозга он не вырабатывает клетки крови уникальная операция в Германии по квоте Минздрава спасла девочки жизнь она уже пошла на поправку как вдруг неожиданно пришла другая беда девочки занесли вирус гепатита С спасти жизнь ребенка может дорогостоящее лечение карагандинцы всеми силами пытаются помочь Айлите в торговых домах молодежь организовывает различные ярмарки на сегодняшний день необходимо собрать около 90 тысяч евро для лечения этой девочки лечение необходимо срочное поэтому Караганда уже девятый город который откликнулся для помощи этой девочки информацию лично я об этой девочке узнал в сети в социальной сети фейсбук вот уже полтора года Айлита Тапан живет по строгому режиму больничные палаты процедуры и лекарства вместо уроков и общения с друзьями совсем недавно до серьезной болезни она была жизнерадостной и счастливой а сегодня в свои 15 отчаянно борется за жизнь здравствуйте меня зовут Айлита сейчас я борюсь со своей жизнью после операции гепатит С не дает мне нормально жить я хочу учиться хочу быть здоровой и я верю с вашей помощью мои мечты сбудутся помогите мне пожалуйста большая часть нужной суммы уже собрана благодаря отзывчивым людям осталось совсем немного и Айлита станет такой как раньше веселой жизнерадостной и возможно осуществится ее мечта стать врачом она очень хочет вылечиться и помогать людям Лариса Хусейнова Айден Жакан Арман Нартаев Первый Карагандинский продолжаем выпуск в Караганде прошел фестиваль американского документального кино известные режиссеры и продюсеры Лиза Олкин и Андрей Митрич поделились опытом создания фильмов на западе в четырех городах Казахстана шахтерская столица исключением не стала все подробности у нашего корреспондента Амина Смаковой фестиваль американского документального кино проходит в Казахстане с 23 октября он побывал уже в пяти городах страны об основной цели этого фестиваля рассказал заместитель атташе по культуре Дрю Петерсон Основная цель это поделить американскую культуру в Казахстане это показать новое хорошее американское документальное кино Кроме обмена опыта создания фильмов режиссер и продюсер сегодня побывали на презентации документального фильма «Урбанизация» и фильма «Ковбой и Бак» Лиза Олкин является режиссером фильма «Урбанизация» а Андрей Митрич продюсировала картину «Бак» фильм «Урбанизация» это документальная картина о переселении индейцев Фильм «Урбанизация» рассказывает о коренных жителях Америки то есть об индейцах которые живут в резервациях которые переселялись несколько раз Карагандинцы с интересом смотрели документальный фильм о жизни переселенцев в Америке чем они занимаются в резервации как воспитывают своих детей каковых жизненные ценности продюсер Андрея Митрич считает что документальные фильмы должны оставлять след в сердце человека то есть она верит что документальные фильмы они могут затрагивать человеческие души эмоции сердце так же как и остальные другие оба кинематографиста считают что история Соединенных Штатов Америки и Казахстана схожи вы так же оберегаете и чтите историю своего народа уважайте традиции преклоняйтесь перед старшим поголением говорят наши иностранные гости следующим пунктом назначения этого фестиваля будет Шимкент Прелести уличной атлетики в центре бокса имени Сирика Сапиева прошла презентация международного проекта Street Workout Pro мастер-класс провели атлеты турникмены, караганды и гости из столицы Street Workout это массовое молодежное направление уличного спорта различные и сложные элементы на турнике и брусьях так же на любых дворовых снарядах этим спортом можно заниматься когда угодно где угодно и с кем угодно этот спорт бурно развивается в нашей стране сегодня в Казахстане федерация полностью мы этот спорт развиваем мы не только в Караганде мы в разных городах делаем поддержку в разных областях в том числе и поселки строительство площадок полностью развитие фестивалей чемпионаты мелкие соревнования и вот как сегодня уже как при поддержке управления спорта Рустаму Даулетовичу организовали такое мероприятие на сегодняшний день этим видом спорта в области занимается около 500 человек а в Караганде более сотни благодаря мотивирующему видеоролику Дениса Минина который является главой международной организации стритворкаут в нашем городе уличный спорт развивает Алишер Самурбаев уже три года в интервью Алишер поделился планами по развитию этого спорта мы сначала хотим провести областной чемпионат по стритворкауту в Караганде а потом мы хотим выступить на чемпионате мира с нашей командой в общей командной зачете хотим занять первое место сейчас очень плотная подготовка у нас к этому идет любой желающий может заниматься этим видом спорта и даже девушка Анастасия Полинкини 16 лет говорит что когда пришла в первый раз на тренировку то очень стеснялась потому что было много парней а потом стало немного легче и я полюбила силовые упражнения у Анастасии впереди большие цели принять участие на чемпионате мира и самое главное она рекомендует всем девушкам заняться стритворкаут я укрепила свое здоровье у меня появилось очень много друзей и парни они каждый день для меня показывали мотивацию я мотивировалась и вскоре начала учить элементы они у меня начали все лучше и лучше получаться и потом я начала выступать ну девушкам я всегда как бы говорю заниматься спортом потому что это и в будущем будет очень полезно Управление физической культуры и спорта и молодежное крыло Жасотана поддержали сегодняшнее мероприятие также в этом году пройдет чемпионат мира по стритворкауту в городе Астане пожелаем удачи нашему спортсмену Бигзат Аликайдаров Олжас Габас Арман Нартаев Первый Карагандинский это были все новости на сегодня если у вас есть интересная информация звоните нам по телефону 4206-49 Аман Сауголингстер Редактор субтитров А.Семкин